Я не знала ничего о маркетинге, вообще никаких тонкостях, даже самого главного. Просто я очень давно увлекалась нутрицептикой. То есть это другое название БАДов. Я искала хорошие БАДы, мне все равно было в какой компании я их куплю. Главное, чтобы они были хорошего качества, потому что они не нужны были для жизни. В компанию Атомия меня пригласила одна знакомая, которая не стала там дальше работать. Просто она меня тогда пригласила посмотреть, почитать, ознакомиться. Я все, что смогла, усвоила и решила покупать. Но в то время в России Атомии не было. То есть Россия была на предстарте. И мы покупали продукцию напрямую из Кореи. Это было очень тяжело, скажу я вам. Во-первых, мы отправляли немалую сумму денег. Продукция шла очень долго по времени. Я продержалась, наверное, месяца четыре. Потом я перестала покупать, потому что БАДов мне нужно было все время, а возможностей получать их часто не было. Когда я стала покупать продукцию в других местах, то есть я поняла, что это качество немного не такое, как Атомия. И вторично меня пригласила уже в Атомии. Моя эстонская Наталья Гошкина. Большое ей спасибо. Пригласила она меня туда очень осторожно, сама еще не знаю ничего у компании, со словами. «Таня, я услышала компанию с таким странным названием, но у меня знакомая там хорошо зарабатывает и хорошо выглядит. Не хочешь ли ты прийти туда?» Я говорю, «А что же это за странная компания со странным названием?» Она мне говорит, «Ну что-то атомное». «Наташа, я права, я не вру». Я говорю, «Все понятно, Атомия». Но я уезжала в отпуск, у меня было, в общем, не до компании, не до более глубокого ее изучения. Я Наташа сказала, «Наташа, ты узнай, если я была в этой компании, но компании в России там еще не было, поэтому ты узнай, если там условия регистрации все те же, как раньше, если там ничего не изменилось, то это вообще замечательная компания, и ты смело меня туда регистрируй». Наташа не заставила себя только ждать. Она мне быстренько позвонила, сказала, «Таня, там ничего не изменилось, там все стабильно, замечательно, я бы регистрирую». Но первый заказ я сделала в конце года, это, считай, в декабре 2020 года. И с тех пор я покупаю только здесь. Тут появились новые продукты, я очень рада, что компания пришла в Россию, это намного облегчает все, вот абсолютно все. И что сейчас я имею? Ну, продукт я уже изучала, я его пробовала, и я еще раз убедилась в отличном качестве, но после меня заинтересовал уже маркетинг-план. И тут у меня было с чем сравнить. Когда я подробно стала изучать маркетинг-план, я увидела, что компания стабильная, активно развивающаяся, имеющая очень много технических возможностей для партнеров. Какие? Все мы с вами знаем. Это и необязательные закупки ежемесячные, и нет первоначального взноса, это очень важно. Просто очень. Я вот не знаю любую компанию, которая может этим похвастаться. Здесь нет ни затаря в меня. То есть тут вот просто вот человек свободно дышит. Я вот так могу сказать. Третье. Мне нравится здесь отношение к человеку. Это тоже для меня очень важно, потому что я человек функциональный. Я люблю дружить с теми, с кем я работаю. И здесь, я думаю, мне это удается. А дружить ведь мы можем и со всеми подряд. Обычно мы дружим только с теми, кто нам приятен, с кем приятно общаться, работать, довериться, провести вместе досуг. И все это есть в компании Атоми, я так думаю. Мне здесь понравилось обучение. Построено очень грамотно, подробно, ненавязчиво. То есть вроде бы нас здесь ничего не заставляют делать, но нас так потихонечку подвигают к этому, что нам это просто необходимо. То есть нас учат, чтобы мы сами своим пониманием пришли к этому. И это мне тоже здесь нравится. Да, Юрий иногда говорит, что я буду вам тогда давать пинок. Но это тоже, в общем-то, ласково и нежно. Ну вот, наверное, все, что я хотела сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!